Приветствую всех, это подкаст MetroCast и портал OneTile.ru, место, где вы можете не только почитать о всех самых интересных новостях из мира IT, техники и игр, но и почитать интересные материалы, поучаствовать в диалогах и, конечно же, в срачах. Меня зовут Артур Бакиров и я единственный на сегодняшний участник подкаста MetroCast по причине просто довольно плотной занятости всех наших обычных участников команды и поэтому сегодня разговор, точнее монолог, будет в основном про Xbox, что не удивительно, если учитывая, что я в основном пишу про игры, но чуть-чуть заденем и тему смартфонов и, возможно, другой техники. Пожалуй, мы начнем с Mobile World Congress 2017, который вот буквально только что отгренел и это было то мероприятие, о котором мы, кстати, недавно говорили на предыдущих подкастах. Это мероприятие меня совершенно ничем не удивило. Довольно просто объяснение имеет. Увидел я все то, что от него ожидал, ожидал я ничего, причем совсем. Было действительно много презентаций, разных устройств, много разных смартфонов было представлено. Но давайте посмотрим честно, если вы откроете любую из представленных устройств, вы понимаете, что так или иначе вы уже где-то видели все это. Посмотрите на смартфон ТЛГ, окей, ну это такое устройство, где-то 5,5 димов, 2К Full HD дисплей, 835 Snapdragon 821, набор фишечек, какой-то классный дисплей, 2,5D, ну и, собственно, все. То же самое скажете и про Huawei, и про Samsung, так или иначе, тут изменений между устройствами довольно-таки мало, и вы начинаете понимать, что, в принципе, это уже вопрос выбора бренда, а не конкретного устройства. Ну, может быть, небольшая разница, получается, в цене. Но, в принципе, вещи, они в своей сути одинаковые, и появляется знакомое чувство того, что где-то ты это уже видел. В простом довольно рынке называется рынок ПК. Каждый раз, когда мы видим новое поколение процессоров от Intel, появляется новое поколение устройств от обычных стандартных ПК-производителей, таких как Asus, Acer, Dell, HP и другие. И, соответственно, обычно они все действительно очень похожи друг на друга, и внутренние одинаковы. И это довольно скучные вещи, оказывается, поэтому рынок смартфонов современный довольно действительно как раз-таки скучен. Получается, стоит просто взять любой флагманский Android-смартфон, и ты понимаешь, как будут выглядеть ровно все остальные участники всего смартфонного рынка, не считая, собственно, iPhone. Получается, два устройства, iPhone и какой-нибудь любой другой флагман, говорит тебе о том, как выглядят все устройства смартфона на планете. Это печально, ребята, это было печально. Microsoft какой-то давал компетентив, получается, элемент, вот всю эту партию, что ли, смартфонную, и сейчас, ну, сейчас все стало немножко грустнее. Да, поэтому, ну, на что смотреть, собственно, ребята? На то, как компания HMG Global выпустила новое устройство под маракой Nokia, то есть Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, или на Nokia 3310 вдавленную, которая представляет себе какую-то странную, непонятную, глянцевую китайскую звонилку, которая стоит 50 евро, а в реальности стоит баксов 5-10. Ну, господи Иисусе, ну, это очень плохо, ребята, это такой вид смешно, просто смешно. Поэтому, я думаю, МВЦ и подобные ей выставки, наверное, вау-эффекты, которые были в предыдущие годы, уже не будут приносить так или иначе. Поэтому, мне кажется, каждому из вас нужно обратить внимание свое, в основном, на какие-то более тонкие частности, благодаря которым вы сможете выделять, получится, одно устройство от другого. Ну, и, соответственно, смотреть, возможно, на другие области, которые будут более интересны и будут более богаты на инфоповоды, которыми вы заинтересованы. И если уж я, человек, заинтересованный игровой частью, хотя, кстати, игры играю очень довольно-таки мало, не потому что не хочется, а потому что некогда и потому что не может. Игорь, да, мы должны поговорить про две гигантские новости из мира Xbox, и мы не будем сразу зараскивать все карты, но мы начнем с такой вещи, как Xbox Game Pass. Буквально классная идея, которая, в принципе, лежала довольно на поверхности, и которая реализована конкурирующим сервисом под названием EA Access, который уже доступен на Xbox. Что это за зверь такой, и почему он очень классный? И почему, в принципе, это подчеркивает ту идею, которую мы уже слышали от Фила Спенсера, главы Microsoft Studios и подразделения Xbox в частности, на предыдущем из-за E3. Он говорил, что Xbox это не просто приставка, Xbox сейчас это сервис. Соответственно, сейчас Xbox становится действительно сервисом в прямом смысле этого слова. Тебе не обязательно покупать игры, в которые ты хочешь играть. Ты можешь просто оплатить подписку, и ты можешь играть в игры, и все, собственно. Да, такое есть уже в EA Access, и это не распространяется на все игры сразу. Но сама по себе идея подписной модели игр, это та вещь, которую действительно многие хотят на самом деле видеть. Многие предлагают подобную модель для стриминговых сервисов, но это не то из-за input lag, качества изображения, качества снижения интернета, и, собственно, поэтому многие не тянутся туда еще. Xbox Game Pass дает возможность играть, соответственно, через подписку в игры нативно и не оплачивая полные версии. Сколько стоит Seachudo? Seachudo стоит 10 долларов в месяц, или по рублевому варианту 599 рублей. И он предлагает свыше 100 игр на Xbox One, в том числе игры, которые будут доступны с Xbox 360. В данный момент доступна информация где-то около 25 игров, которые так или иначе промелькнули в тех временных сообщениях, плюс часть из игр, примерно около 20 штук, доступна уже сейчас для альфа-тестеров Xbox в качестве тестирования, собственно, этой программы. Они доступны бесплатно в течение одного месяца, и это в качестве такого подарка для тестирования, да, получается. В рамках этих 100 игр будут включаться, собственно, издания, тайпники или иные, от издателей 2K Games, 505 Games, BudDynamica, Copcom, Codemasters, DeepSilver, Focus Home, Interactive, Sega, SNK, THQ и, естественно, игры от самой Microsoft. В общем, на то, как других, части игры будут поступать новых каждый месяц, части, возможно, уходить, поскольку нужно ротировать их иногда и позволять использовать Game Pass в качестве некого заманивающего, получается, инструмента в своих играх для издателей. Ну, собственно, вы плачиваете 10 долларов, пока существуют только ежемесячные подписки, вы получаете доступ к этим 100 играм, и более, соответственно, список может расширяться, пока конкретного четкого фиксированного списка нет. Криско всему, на все эти игры, которые находятся в Game Pass, распространяется 20% скидка для того, чтобы купить ее полностью, если вы хотите пользоваться этими играми вне списка Game Pass, соответственно. Ну, вот как-то она выглядит так. Почему это круто, и почему теперь нет смысла, на самом деле, покупать игры полностью? Потому что, если вы купили уже себе подписку на GTA Xbox Live Gold, вы получаете мультиплеер, вы получаете 4 игры в месяц. Ну, 3-4, скажем так, я вот со звездочкой, получается, скажу. Вы получаете уже, на самом деле, большое количество игр, которые, на самом деле, попробуйте пройдись, называется, если вы не свободный каждый день, да? Окей, оформите себе подписку на EAXS. Уже очень много игр, в том, 54, если я не ошибаюсь, которые сейчас доступны в EAXS на Xbox One. Боже мой, да вот попробуй вот это пройдение называется. Да и плюс ко всему, там очень много тайтлов, которые чисто мультиплеерные, которые просто включили один Battlefield, это Titanfall. Можно забыть про свободное время на неделю, да? Но окей, Microsoft решила вас добить, а представила Game Pass, соответственно, сопку еще игр сверху добавили. Как выходит по цене, получается? 10 долларов в Game Pass, 5 баксов EAXS и Xbox Live Gold. Я могу только вспомнить рублевую версию в 250 рублей. Сложите все это воедино и получите, получается, ценник, который позволит вам совершенно не думать о покупках полноценных версий игр. Учитывая, что в американском сегменте одна ААА игра стоит 60 долларов, ну, плюс, по всему, еще DLC, это Super Deluxe Limited Edition за 120. Ну, вы поймете, что на самом деле подписная модель, это на самом деле классная вещь для тех, кто не гонится за новинками, кто хочет просто сыграть в игры и отдохнуть. В общем, не хардкорный геймер, который не хочет тратить слишком много денег. Я отношу себя к таким. Правда, есть, конечно, игры исключения для меня, но таких меньшинство брать не буду. Да и вообще некоторые игры, я по своей специфике прохожу на YouTube и, честно скажу, не сильно от этого умираю. Ну, собственно, ребята, те, кто обладает Xbox One, я могу сказать, что поздравляю вас с ним, собственно, событием, те, кто не обладает, Xbox'ом, боже ты мой, гидите. Вперед, быстрее, бегом, магазин. Есть места, где можно купить его, то есть я даже не просто оригинальный Xbox One, а Xbox One S за где-то 1014 рублей. Ну, по-моему, это самое время для того, чтобы купить Xbox. Если же переходить к другой теме, которая тоже относится к тематике Xbox'а, то надо рассказать про программу, которую анонсируют буквально сегодня. Это Xbox Live Creators' Program и это, если говорить простым русским языком, Greenlight. Greenlight для Xbox'а. Мы про это говорили уже несколько выпусков подкастов назад, и тогда это были лишь догадки о том, что в рамках Xbox'а могут запустить подобную программу или просто изменить правила приема игр, для того, чтобы условия публикации игры на Xbox One были более мягкими. Сейчас, чтобы публиковать игру в Windows Store, но не включать список публикуемых платформ в Xbox One, ну, можно просто указать, что это игра, и загрузить файл АППХ на вот это. Для того, чтобы сделать это для Xbox One, соответственно, требуется программа IDEA at Xbox. И это совершенно другая тема, это все очень сложно. Сейчас все упрощается. Просто заплатите за доступ к Xbox Live, и вы можете пользоваться всеми функционами публиковать в Windows Store игры для Xbox One. Вне зависимости от того, что вы сделали, скажем так. Есть небольшие исключения. Вы не можете пользоваться ачивками, и вы не можете пользоваться мультиплеером. Такие игры действительно не будут обладать им доступом, но весь остальной функционал Xbox Live будет доступен для всех игроков. Таким образом, это довольно-таки хорошее предложение, тем более, таким играм позволят переползать, ну, скажем так, в IDEA от Xbox, и становиться полноценными участниками, скажем так, каталога игр для Xbox One. Вы хотите задать вопрос, не случится ли такое, что, соответственно, Xbox One превратится в очередную Steam, где существует множество игр, и прям ужасного качества, там, и мы будем, соответственно, играть в таких игр, как витарния, соответственно, и WCB Vice City, да? Как вы помните, на 360-м тоже было разделение игр по категориям. Это были, соответственно, игры Games on Demand, это игры, которые продавались на дисках по ритейлу, Xbox Live Arcade, это игры, которые продавались только в цифровом виде, и, соответственно, indie games. Последние игры как раз-таки не обладали доступом мультиплеер, ачивками, как, собственно, и программы Xbox Live Creators Program. И, в принципе, игры оттуда, ну, да, действительно, они были плохими. Там, плюс ко всему, на самом деле, требования к играм были довольно жесткими. В принципе, сделать хорошую игру ты физически не мог. В какой-то момент ты уже технически упирался в потолок требований программы, и игра становилась, ну, слишком большой. Поэтому, в основном, все нормальные, так или иначе, игры, они уже были в аркадах, скажем. И вот это разделение в виде Games and Diamond, XBLA и Indie Games, оно позволяло как раз разделить магазин 360-го для конечных потребителей, чтобы они понимали, что они скачивают и покупают. Сейчас будет сделано то же самое для магазина Windows Store на Xbox One, в котором будут, соответственно, разделяться игры обычные, то есть ритейловые и indie-игры, которые прошли по ID от Xbox, и отдельно Creators Program игры. Соответственно, вы всегда понимаете, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что, возможно, не так хорошо сделано, и если вы просто хотите не попадаться, возможно, на низкокачественные продукты, просто можете не сходить в этот раздел и не покупать от него ничего. Если говорить о том, что вообще для кого это нужно, было заявлено, что в рамках этой программы уже сейчас разрабатывается около тысячи игр, которые будут публиковаться, соответственно, на Xbox One. Все они должны быть в рамках формата Universal Windows Platform. Соответственно, все эти игры так или иначе подойдут для Windows Store не только для Xbox, но и для остальных платформ. Это позволяет как раз-таки создавать вот эти связки по программе Xbox Play Anywhere, и пускай инициатива в основном пойдет, получается, снизу, с малых игр вверх, то, но все равно, возможности покупать игры для низких платформ одновременно не обязательно только Xbox и ПК. Возможно, все-таки в рамках одной линии будут объединены и мобильные устройства, тоже для тех людей, кто пользуется до сих пор смартфонами. Да, Windows. Это хорошее подспорье. Плюс ко всему, было объявлено о том, что, в принципе, эта программа не будет бесплатной. Если я не ошибаюсь, там есть небольшой ценник. Он сопоставил, в принципе, с ценными публикации в Greenlight. По-моему, ценник будет от 50 до 150 долларов. Это, в принципе, довольно-таки допустимая сумма, учитывая, что это все-таки Xbox, и публикация на нем дает возможность действительно открыть большой рынок игроков и люди, которые могут получить доступ к игре и спокойно приобретать ее. И, в принципе, это отличный начал для любого инди-разработчика. Поэтому, в принципе, те люди, которые хотели выпуститься по Greenlight и не смогут это сделать, могут всегда воспользоваться программой Xbox Live Creators Program, Project Centennial перевести спецназвое приложение в UMP-формат и опубликоваться. Но Microsoft дает все возможности для этого. Ну, как вы понимаете, на самом деле, учитывая, что 2 отличные новости было опубликовано в рамках одной недели, появляется такой изначимый вопрос. Скоро уже будет E3 2017. Почему они это не опубликовали там? Искренне, наверное, я бы сказал, что если бы все это сказали там, это было бы, наверное, имело бы больший какой-то эффект. Как минимум, Xbox Live Creators Program, окей, это вещь скорее для разработчиков, а консюмеры бы поняли бы это в меньшей степени, бы это не было бы вауфеком. Xbox Game Pass это вещь, которая как минимум требует доводки до определенного момента, когда можно представить, естественно, весь список и сделать лаунч. Поэтому, возможно, тут были в некие опасения, почему Game Pass не стоит презентовывать на целом в истории. В любом случае, как минимум, сама Microsoft подреагировала на это очень простым замечанием, на то, что у них очень много есть чего подготовлено на самом E3, и поэтому они решили, что лучше это все не оставлять на тот момент, если они могут запустить это прямо сейчас. Можно погадать на кофей-легучи, конечно, что же они представят. Ну, понятно, что они представят Scorpio, они представят новые тайтлы. Как я уже говорил, несколько подкастов назад они представят точно новую стратегию, это, скорее всего, будет E4, и что же они еще могут показать? Я вот, честно, официальную поддержку VR для Project Scorpio. Но, я думаю, это будет лишь анонс запуска VR для Project Scorpio не будет за 2014 году, это точно. была новость такая небольшая в интернетах о том, что функционал VR на Scorpio будет запущен лишь в 2018. И это оправданно, учитывая тот факт, что, в принципе, Scorpio выйдет прямо впритык вместе с запуском системы на чипе, на котором он будет основан. Чип, как называется, Greenland от AMD, а пока он еще не вышел в продажу, он находится в продакшене, потому что только вышли еще первые чипы Ryzen. Тут, в принципе, другая история. Я так понимаю, что просто функционал VR это вещь такая, которая не является передовой и самой требуемой для Xbox. Все понимаем, что подразделение игровое находится в отстающем положении, и поэтому сейчас просто стоит заняться самой важной вещью. Сделать игры краеугольным камнем подразделения и дать игрокам пользоваться самой лучшей игровой системой на рынке, и, конечно же, это будет Xbox. For players, что я могу сказать, ну, собственно, я своей, наверное, игровой частью закончу, поскольку мне не хочется разглагольствовать на целый час, тем у меня не слишком много. У нас нет, к сожалению, никакого диалога, уже 20-30 минут я не говорил. Большое вам спасибо, это был самый маленький в истории портала 1.ru подкаст Нетрокаст, и меня зовут Артур Бакиров, и сегодня мы с вами быстро пробежались по небольшим игровым темам, и надеюсь, услышать от вас комментарии, и надеюсь, что вы подпишетесь на нас так или иначе, либо в подстри, либо в iTunes, либо на YouTube, будете читать нас, как обычно, на 1.tl.ru и писать ваши комменты о том, что вам нравится, что не нравится, что их хотим поменять, и вообще в целом ваши предложения честные, искренние, обратные связи это самая важная вещь, которую мы хотим видеть от вас, поскольку мы работаем только для вас. Так что, спасибо, друзья, и до свидания.